В 1994 году сборная Бразилии по футболу во главе с Карлосом Альберто Перейрой одержала победу на чемпионате мира в финальной игре в серии пенальти, одолев Италию. Через два года действующие чемпионы мира бразильцы встретились в товарищеской игре со сборной России. Матч проходил в Москве на стадионе Динамо и завершился 2-2. За пять минут до конца основного времени Роналду вырвал для своей сборной ничью. Команды тренировали Марио Загало и Борис Игнатьев. Через четыре года лучшей командой планеты становятся ребята Эмэжаке Франца, которым на дамажном чемпионате в финальной игре удалось забрать кубок из рук бразильцев 3-0. Этот турнир прошел в июне, а уже в октябре того же года подопечным Рожели Мира предстояло пробиваться на чемпионат Европы. В одной группе с ними участвовала Россия, возглавляемая Анатолием Бышевцем. Первая игра прошла в Москве на Лужниках и завершилась 3-2 в пользу гостей. На 81-й минуте победный мяч на счету Олена Багасяна. Интересно, что в марте этого года перед чемпионатом мира Россия минимально обыграла французов, но они тогда еще не были действующими чемпионами. Второй очный поединок группы состоялся летом 1999 года. Сборная России Олега Романцева на Сен-Дени побеждает с таким же счетом 3-2. На этот раз в конце игры удача улыбнулась россиянам, Панов и Карпин принесли ту победу. В конце ролика подведем общий итог. Многие уже догадались, что в этом ролике я расскажу о матчах и с действующими чемпионами Европы. И так в 2002 году Франция выигрывает свой второй евро. В финале команде Рожили Мира сопротивлялась Италия, которую удалось обыграть лишь в дополнительном тайме. И вот 2002 год Франция вновь встречается с Россией. Матч состоялся на Стаде Франц и закончился без голов 0-0. Тренеры те же. В 2002 году чемпионом мира в Корее и в Японии стала сборная Бразилии Луиса Филиппо Скалари. Ее оппонентом по финальной игре была команда Германии. А с Россией действующие чемпионы встречались лишь через 4 года в рамках подготовки к будущему Мундиалю. 1 марта 2006 года на Лужниках Россия в товарищской игре уступает южноамериканцам 0-1. Единственный мяч в активе Роналдо. Россиян тренировал Александр Бородюк, а бразильцев Карлос Альберто Парейра. Вновь переносимся на чемпионат Европы. В 2004 году его сенсационно выиграла сборная Греции под руководством Отеры Хагеля. Сборная Португалии Луиса Филиппо Скалари уступила в финале 0-1. Давайте вспомним, что в группе Греция проиграла Россия 1-2, но вышла в плей-офф. Это был их единственный проигрыш за весь турнир. Действующего чемпиона мира ждала встреча со сборной России, которая прошла уже на следующем турнире 2008 года. Две команды оказались опять в одной группе. Во втором туре Зырянов приносит победу команде Гуса Хидинга 1-0. Затем три турнира подряд выиграют испанцы, но с ними Россия не играла. Следующий матч Россия с действующим чемпионом мира провела лишь в 2017 году. За год до этого Португалия Фернандо Сантуша одолела Францию 1-0 на чемпионате Европы 2016 года. Ровно через год состоялся товарищеский матч с ребятами Станислава Черчесова. На седьмой минуте один из лучших футболистов Европы. Криштиану Роналду забил гол, который оказался единственным в этой игре. Матч состоялся на стадионе Спартака. На данный момент сборная России провела с действующими чемпионами мира и Европы 7 встреч, добыв 2 победы, 2 ничи и трижды уступив. А что же происходило с российскими клубами? Сколько раз они выходили в финал и полуфинал Еврокубков? Кем на данный момент владеют китайцы? Смотрите, не пожалеете. Услышимся на спортивном.